МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 апреля 89-го года весь мир облетела трагическая новость. У берегов Норвегии затонула советская подводная лодка К-278 в Комсомолеце. Единственная в мире глубоководная субмарина, которая считалась непотопляемой. Это была главной темой. И потонула советская подлодка. Боже мой, что будет с нами? Она еще и к тому же и атомная. Ах, эти русские! В этой катастрофе погибло 42 человека. Наш военно-морской флот потерял уникальный боевой корабль, носящий гордое имя Комсомолец. Но, к величайшему сожалению, из чисто военного несчастья эта трагедия превратилась в политический скандал. Ведь за К-278 давно следили иностранные наблюдатели. Появление серии подобных субмарин дало бы советскому подводному флоту явное преимущество перед американским. Поэтому был повышенный интерес со стороны наших потенциальных противников. И чрезмерная секретность, которая сопровождала лодку от момента ее рождения и до наших дней. Гибель-то людей, не подлодки, я подчеркиваю, а гибель людей, она как раз произошла из-за того, что мы были в плену вот этих предрассудков. Более четверти века Комсомолец покоится на глубине 1650 метров. Семь раз исследовательские аппараты МИР опускались на дно Норвежского моря, чтобы установить причину гибели субмарины. Было выдвинуто свыше 30 версий. Но окончательный вывод сделан так и не был. А все материалы по этому делу по-прежнему засекречены. Синограмму радиопереговоров командира лодки, комсомольца и береговых штабов до сих пор не публиковали. Я очень сомневаюсь, что когда-либо опубликуются. Сегодня атомные субмарины превратились в главные силы флота. Именно поэтому так важно знать, что же стало истинной причиной гибели подводной лодки комсомолец. И хотя в 1998 году следствие по этому делу было приостановлено, конструкторы и исследователи продолжают изучать все обстоятельства трагедии. В нашем фильме мы расскажем о причинах, которые к ней привели. Атомная подводная лодка комсомолец была задумана как первая в целой серии супердорогих подлодок с небывалыми характеристиками. Огромная глубина погружения, высокая подводная скорость, прочнейший титановый корпус и мощный атомный реактор. Предполагалось, что в будущем такие субмарины будут висеть на хвосте каждого американского подводного ракетоносца. Она же была одной из самых лучших подлодок советского флота морского. Но и главное это было не это. Она могла опускаться на глубину, на которую до этого подводные лодки никогда не опускались. В начале 70-х противостояние двух ядерных держав достигло такого накала, что требовались уже принципиально новые технические средства. Нужна была не просто атомная подводная лодка, а субмарина нового поколения, которая смогла бы наносить сокрушительный ядерный удар по противнику из любой точки мирового океана и при этом оставаться невидимой. Созунка была та, что где-то на глубине порядка 400 метров меняется плотность воды, гидролокаторы не могут найти, обнаружить эту лодку. Причем проектировщики немножко надули адмиралов. Действительно, эта подводная лодка была невидима для противника. Но она сама не видела никого. То есть, попросту говоря, она никого не слышит, не видит ее, никто не слышит и не видит. Кроме того, на глубине свыше 400 метров, вопреки заявлениям разработчиков, комсомолец не мог действовать ни торпедами, ни ракетами. И связь тоже переставала работать. Это было безумно дорогое мероприятие, и лодку поэтому называли «Золотой рыбкой». Было бы очень интересно узнать, на что рассчитывали проектировщики лодки, и в чем они обманули наших адмиралов. А адмиралов, в случае, обманули правительство, делая вот эту вот совершенно ненужную лодку. Возможно, это далеко не полный перечень недостатков лодки. Может, проектировщики вскрыли еще какие-то недочеты, которые стали в результате истинной причиной трагедии. Технический проект лодки не рассекречен. Секретом это уже не является, никто такие лодки не строит. Почему не опубликовать весь технический проект? Но тогда конструкторы утаили от вышестоящего руководства все маленькие погрешности, и наша военная промышленность получила заказ на создание этой золотой рыбки. Хотя, по сути, единственным ее преимуществом было то, что она внушала страх противнику уже своими потенциальными возможностями. Приказ о ее создании был отдан сразу, но четыре года пытались сделать чертежи, от одного генерального конструктора, она переходила в руки другого генерального конструктора. Потом ее очень долго строили, очень долго. И понимаете, это почти 9 или 8 лет прошло с тех пор, как было решено сделать такую подлодку, и с тех пор, как она первый раз вышла в море. Когда атомный подводный крейсер впервые встал на боевое дежурство, его экипаж свято верил, что их субмарина самая современная, самая неуязвимая, лучшая в мире. Сами понимаете, титановая пришла, блестит, ничего не ржавеет, вот, была любовно сработана, то есть вот так ничего не ломается. Ну и не ломается еще, потому что, конечно, экипаж. На комсомольца несли службу два экипажа. Первый, во главе с Юрием Зеленским, принял лодку со стапелей в 82-м году. Для второго экипажа и его командира Евгения Ванина первый поход оказался последним. После катастрофы Ванина обвинят в том, что его команда была менее опытной, менее обученной, чем экипаж Зеленского. И что именно это стало причиной аварии. Как правило, первый экипаж, который лодку принимает, строит, он знает ее лучше намного. Это очень опытный экипаж, но он постоянно тоже не может находиться в одном и том же комплекте. Поэтому был создан второй резервный экипаж, который прошел ту же самую программу подготовки. Теоретически, может быть, хорошей была, а вот практически, да, нельзя в отрыве от самого корабля изучать ее. В свой последний поход подводная лодка комсомолец вышла 28 февраля 89-го года с причала военной морской базы «Западная лица». Субмарина шла в режиме полного радиомолчания. Все было как обычно. Штормило, порывистый ветер и заряды мокрого снега. Это нормально для Баренцева моря. Но, несмотря на непогоду, настроение у подводников было отличное. Новая команда тоже была уверена в непотопляемости атомной лодки. Каждый член экипажа гордился, что попал именно сюда. Никто из них и не предполагал, что обратно было суждено вернуться лишь немногим. Когда они выходили в море на боевые задания, то задания длились иногда неделями, месяцами. Иногда даже не было всплытия. Если там, как они мне рассказывали, подлодка всплывала иногда, и выйти туда, вздохнуть, это было счастье, понимаете? Здесь такого не было дано, потому что было боевое задание. Репетиция того, что называется военными действиями. Шли 34-е сутки похода. Атомоход комсомолец патрулировал в Гренландском море. Согласно боевому заданию, подводная лодка скрытно следила за авианосцем Америка, пока ее не засекла авиация НАТО. После этого командир комсомольца, капитан первого ранга Евгений Ванин, получил из штаба Северного флота новый приказ прекратить преследование и вернуться на базу. Обнаружение иностранных подводных водок. Заодно, по-моему, 18 часов мы гоняли из кошки-мышки, пока они в территориальные воды Норвегии не уезжали от нас. Лодка показала себя великолепно. Маневренность, скорость, это все было на высоте. За месяц автономного плавания к действиям экипажа комсомольца от штаба Северного флота не было ни единого замечания. Команда работала слаженно и грамотно. Единственное, что омрачало душу командира подводной лодки Евгения Ванина, это прощание на берегу с женой. Так получилось, что он невольно нарушил многолетнюю семейную традицию. «Обычно как-то в окно посмотрю, рукой махал всегда, всегда, когда уходил. Это с курсантских времен было. А тут как-то так получилось, что он не посмотрел на окна. Я еще думаю, придет, все, я ему выговорю. Вот, пришел. Да, не пришел. Люди, которые работают в экстремальных условиях, как правило, все суеверны, особенно подводники. Да и понятно, любая ошибка для них может оказаться роковой. Уже потом, после факта, пришли разговоры о том, что было масса каких-то примет нехороших, которые сулит несчастье, сулит беду. Тот роковой день 7 апреля 1989 года начинался как обычно. Ракетоносец шел с крейсерской скоростью в подводном положении. Часть экипажа отдыхала, остальные несли вахту на своих боевых постах. Вдруг раздались звонки аварийной тревоги. Естественно, сорвался с места, РБ схватил и отсек полетил в свой четвертый. Аварийную тревогу объявили в 11.03. Для команды подводной лодки, которая в тот момент находилась на глубине 386 метров, время начало трагический отсчет. Я, конечно, моментально вскочил с своей кровати, мгновенно оделся и побежал на свой боевой пост, где я внес вахту. Поднесся на ГКП, там командир. Что случилось? Он говорит, пожар в 7-м отсеке. Я спрашиваю, люди есть? Матрос Бухникошвили в 7-м. У старшего матроса Нодара Бухникошвили еще перед началом похода закончился третий год службы. Дома его ждали родители и любимая девушка. Он должен был уже демобилизоваться и Ванин, капитан новой подлодки, уговорил его пойти в этот последний рейс с этой подлодкой, которую он сдал вдоль и поперек. Потому что он был как раз специалист по оборудованию, электрооборудованию и он очень трепетно отнесся к этой просьбе. Несмотря на то, что он мог бы быть демобилизован, понимаете, он пошел в море в боевой поход. Но это просто, я считаю, уже героический поступок. Бухникашвили ходил на комсомольца во все походы и всегда нес вахту в седьмом. Он знал, что проблемы в этом отсеке начались еще во время глубоководного погружения четыре года назад. 4 августа 1985 года в океанских глубинах произошло событие мирового масштаба. По своей значимости оно достойно занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Но из-за сверхсекретности о нем до недавних пор знал только узкий круг посвященных. В Норвежском море атомоход комсомолец под командованием Юрия Зеленского первым в мире достиг небывалой километровой глубины. Ну, а если точнее, 1027 метров. Кроме военных специалистов, никто еще не видел эти недавно рассекреченные кинокадры, которые отсняли во время того похода. Однако пленка не смогла зафиксировать то, из-за чего пришлось приостановить рекордное погружение. Треск, который нарастал по мере того, как лодка все глубже и глубже уходила под воду. Конструкторы, которые следили за испытаниями, были явно напуганы. Обжим корпуса идет, там болты летают, чу-чу, там хлопают, переборки, там бабах, тарах. Первый раз аж подпрыгнули. А в это время именно в седьмом и шестом отсеках конструкторы производили замеры сжатия корпуса лодки. Почему именно в этих отсеках? Может быть, там были какие-то скрытые дефекты? Возможно, во время этого рекордного погружения в лодки могли произойти деформации корпуса, которые спустя четыре года привели к аварии на комсомольце. Давайте вернемся в тот день 7 апреля 89-го года, который закончился страшной трагедией. Пожар начался в 11.03. Сразу после возгорания раздался сигнал аварийной тревоги. Но матрос на дарбах Никашвили скорее всего его уже не услышал. Последний раз он выходил на связь в 11.00. В это время в вахтином журнале подводной лодки «Комсомолец» появилась стандартная запись. Руль 5 градусов на левый борт, курс 222 градуса, отсеки отсмотрены, замечаний нет. А это значит, что доклады поступили от вахтенных из всех отсеков, в том числе и от матроса Бухникашвили из злополучного седьмого отсека. Позже, когда правительственная комиссия стала разбираться с причинами катастрофы, версия о том, что Бухникашвили мог закурить в отсеке, и что именно из-за этого начался пожар, была выдвинута одной из первых. Категорически запрещается курить внутри подводной лодки не только из-за пожаровзрывоопасности, но и из-за того, что портится в конце концов воздух, его и так не хватает. Но не мог опытный матрос, которому к тому же так доверял командир, быть врагом самому себе и своим товарищам. Тем более, что уже в 11.03 всего через три минуты после доклада Бухникашвили температура в отсеке поднялась до критической 70 градусов. Вряд ли причиной такого мощного возгорания стала непотушенная сигарета. Что-то произошло, что уже никто не скажет, что матрос этот погиб при вспышке. И дальше началась вот такая страшная вакханалия. Известно, что командир подлодки Евгений Иванин отдал приказ герметично закрыть охваченные пламенем отсеки. Но, вероятно, это было сделано слишком поздно. Огонь перекидывался из отсека в отсек. лодка заполнялась едким дымом. Командир понимал, что под водой экипаж не справится с пожаром, нужно срочно всплывать. Иванин дал команду к экстренному всплытию. Но на глубине 157 метров сработала аварийная защита главной турбины, и комсомолец потерял ход. Чтобы продолжить всплытие, решили применить стандартный режим, продувать воздухом главный балласт, чтобы вытеснить воду из бортовых цистерн. Капитан или кто-то из командного состава отдал приказ, совершенно глупый и, в общем-то, преступный приказ продувать цистерны. Нужно было сообразить, что воздух пойдет через раскаленные трубы, которые не выдержат напор воздуха. На больших глубинах продувались пороховыми газами. Почему можно было сделать вот эти пороховыми газами продув эффективно, быстро, как пробка была? А почему не использовать пороховые? Это непонятно. И комиссия не могла ответить на этот вопрос. Евгений Ванин не предполагал, что произошел разрыв трубопровода и в аварийный отсек под высоким давлением начал поступать сжатый воздух. В результате температура резко повысилась до тысячи градусов. И тогда локальный пожар мгновенно перерос в объемный. А это самое страшное, что может произойти с подлодкой. При пожаре выгорают сальники, возникают забортные течи и в корпус лодки начинает поступать вода. Именно это и ускорило развитие трагедии на борту комсомольца. Когда лодка уже всплыла, корпус от деформации дал течь и вода хлынула внутрь. До сих пор все мучаются вопросом, почему были приняты неверные решения? Неужели командир подводной лодки в критический момент мог проявить такую преступную халатность? они же принимают решения не в кабинетах сидя за столами перед компьютерами, а в задымленной атмосфере, совершенно обалдевшей в прямом смысле от ударов, от температуры, от пожара, от стресса, от шока, от всего. Нужно быстро, безошибочно применять схему борьбы за живучесть. Я не верю, есть раз гильдайство. Может быть то, что капитан не так хорошо был знаком с судном, как, допустим, его предшественник, да? Наверное, да. Может быть экипаж тоже не так хорошо освоил все премудрости именно этой лодки. Ведь подводная лодка, это, знаете, это не машина, в которой можно сегодня сесть в одну, завтра в другую. А может быть дело в другом? Ведь все серьезные последствия пожара в седьмом отсеке начались из-за того, что якобы не была вовремя проведена полная герметизация всех отсеков лодки. А что, если ее провели вовремя? И командир был полностью уверен в этом. Возможно, что-то нарушилось в системе герметизации отсеков еще тогда, во время глубоководных испытаний. За четыре года до трагедии. Лодка лежит на глубине полтора километра, и никто ее обследовать до конца не мог. Проверить, как повлияли и остаточные деформации на возникновение пожара, это нужно вопросы конструктору задать. Флот и задавал, потому что, когда разгорелась полемика между верфью, которой строил этот корабль, и командованием военно-морским флотом, там были названы очень многие серьезные недоработки, чисто конструктивные, которые были приняты, как бы, на воз, что ничего не произойдет. Сначала пожара прошло 13 минут. Командир Ванин сумел все-таки вывести лодку в надводное положение. Ближайшими к подлодке были берега Норвегии, которая входила в Североатлантический Альянс. Над подлодкой уже кружили норвежские самолеты. И возникает естественно вопрос, но если это было так близко от Норвегии, почему не обратились к норвежцам? Тогда сама мысль о том, чтобы обратиться к стране НАТО, НАТО, да, а Норвегия, как вы знаете, очень активная чем НАТО, была просто крамольной. Как мы, самая сильная могучая держава морская, с такими атомными подлодками, новейшими, как мы обратимся к этим проклятым Норвегам, нашим врагам по НАТО? Более того, именно эта секретность окончательно ухудшила ситуацию. Командир подводной лодки мог вести переписку с берегом только в режиме строжайшей секретности, с помощью шифровок. Иначе как объяснить то, что он послал сигнал о помощи только спустя 20 минут после всплытия? Это вообще принятая практика, и американцы шифруют свои, и здесь шифровали. То есть никто в эфир СОС не выбрасывал «Спасите наши души». Да никто и не ожидал, что вот как все вернется, что души надо спасать срочно, немедленно, мгновенно. Вот этот вот ореол непотопляемости он давлял вот всеми. И как же есть время, ну сейчас придут, подойдут наши корабли, перейдем на них, как это было с К-19, лодку отбуксировали и так далее. Здесь то же самое, надеялись на такой же исход. Ну, аварии не повторяются дважды. В это время внутри корабля экипаж героически боролся с огнем. К счастью, сработала аварийная защита и атомный реактор автоматически был заглушен. Моряки тщетно пытались пробиться в уже горящий пятый отсек, где остались люди. Зайдя в пятый отсек, мы увидели, что все люди лежат на верхней палубе, все мокрые, вот, обгоревшие, потому что у них был пожар объемный. Начали выводить личный состав пятого отсека Коля Волков. Он шел, обгорел локти, закрытые глаза, закрытые глаза, потому что у него маска на лице располагалась. Мичмана Сергея Бондаря, который задохнулся от угарного газа, его товарищам приходилось выносить на себе. Поднимали через люк центрального ребята просто поставили вертикально, я под него присел, посадил себе на плечи, ребята придерживали, направляя, я просто стал поднимать. Просто кожа попала в рот, на автомат, чисто ее выплевываешь. Но об этом не думаешь. Одно желание, как можно быстрее, может быть, еще живее. с начала пожара прошло 56 минут. На главном командном пункте во главе с Евгением Ванином подсчитывали потери погибших и раненых. А ответа из штаба так и не было. Потому что еще 23 минуты ушло на расшифровку телеграммы командира. Было потеряно 40 минут, то есть все 40 минут была реакция. Теперь, что сделали на берегу? На берегу послали самолет Иу-38. Противолочный самолет, сделанный на базе Иу-18 авиалайнера, который всем известен. Самолет, в общем-то, неплохой, но там было подвешено противолочные торпеды и гидроакустические буи. Пока их снимали, прошло 40 минут. И здесь экипажу комсомольца опять не повезло. Если бы трагедия случилась на месяц раньше, к ним бы вылетел самолет-спасатель Бе-12. Но эта модель была только что снята с вооружением. Ее посчитали устаревшей. Они могли еще лет 20 служить. Ну, при принадлежащем ремонте, конечно. Вооружение там было заменено на большую лодку, почему-то закрытого типа, в которой помещалось 15-20 человек. И она была достаточно мореходная. Она могла выдержать шторм в 4-5 баллов. Он мог два рейса сделать и спасти весь экипаж. Вот. То есть получилось 40 минут из-за радиосвязи было потеряно. А потом 40 с лишним минут подвешивали спасательное оборудование. Получается, помощь могла быть оказана как минимум на час раньше. Это потерянное время стоило жизни 40 морякам. В ожидании спасательного самолета подводники поднимали наверх своих раненых товарищей. Они были уверены, что всех их обязательно спасут. Опыт гибели кораблей не только наших, но вообще во всем мире показывает, что помощь подается в очень разное время. Это зависит от очень разных условий и обстоятельств. Никогда нельзя говорить о том, что вот такой-то лодке гарантирована помощь немедленно в течение трех часов она будет оказана. Многое зависит от того, что находится рядом с подводной лодкой. Здесь повезло, здесь находились рыбаки совсем недалеко. Их удалось переориентировать, перенаправить, и они успели все-таки успели спасти большую часть экипажа. Прошло 3 часа 17 минут с начала пожара. Ил-38 под командованием майора Петроградского, опережая расчетное время, уже был неподалеку от комсомольца. Он установил связь с Ванином и получил от него довольно оптимистическую радиограмму. Поступления воды нет, пожар тушится герметизацией. Евгений Ванин не подозревал тогда, что никакой герметизации в горящих отсеках нет. И туда поступает воздух. Самолет Петроградского был загружен кассами с плотами. В море касса применяется для спасения людей, которые терпят бездельно. Независимый моряк, он гражданский, летчик. Там находятся плоты, эти плоты после сброса этого кассы он разбивается, обводит. Плот должен надуваться. Там находятся уже и радиостанции на этих платах. Они оборудованы минимальными средствами спасения. Но в районе бедствия атомохода «Комсомолец» был шторм и высокая волна. Так что тонущие подводники могли воспользоваться такими плотами с большим трудом. Фактически как-то нет, кого удалось спасти потом, были спасены плавбазой. А не было плавбазой, погибли бы все. Это все-таки Норвежское море и апрель месяц. Там каждая секунда была на счету. Рыболовецкая плавбаза Алексей Хлобыстов полным ходом шла к комсомольцу. До района аварии судно должно было преодолеть в условиях шторма около 100 километров. По расчетам на это требовалось до 6 часов. Удача то, что плавучая база подошла быстрее, чем могли. Быстрее, чем могли. Они дали столько узлов, выдали, да, сколько они не давали при самых испытаниях скорости. Тоже герои, понимаете, шли на помощь своим товарищам, спустили вниз пожарников, которые на кипящие механизмы лили там струи, я не знаю, что там был, фреон или что они, я не знаю, что они лили. Охлаждали двигатели и вот на этих пышущих двигателях они подошли на какое-то время быстрее, чем даже вообще можно было просто физически и теоретически представить. В ожидании приближающейся плавбазы экипажу показалось, что ситуация на подводной лодке «Комсомолец» стабилизировалась и огонь вот-вот отступит. Большая часть команды находилась на верхней палубе, потому что внутри, в отсеках было полно дыма. Подводники были абсолютно уверены, что помощь уже близко. Лодку, как говорят, зацепят за ноздрю и отбуксируют в родные доки. Никто не ожидал, в том числе и экипаж, что лодка уйдет на глубину так неожиданно. Все думали, что она продержится. Титановая лодка, непотопляемая, что с ней будет, куда она денется. А вот она взяла вот так вертикально встала и ушла вниз. И это было шоком для тех, кто находился там. Но стихия переиграла людей. Просто все оказалось намного опаснее, сложнее и скоротечнее. 16 часов 40 минут. Петроградский из самолета видит, как корма атомохода «Комсомолец» ушла под воду метра на три. Из воды показался задранный нос лодки. Командир Ванин с горечью отдает приказ приготовиться к эвакуации. К тому времени по расчетам специалистов в прочный корпус субмарина уже поступило свыше 200 тонн воды. Началась срочная эвакуация. Экипаж пытается воспользоваться двумя спасательными плотами, которые сбросили летчики. Но один из них порывом ветра переворачивается, а другой относит далеко в сторону. Именно к этому плато, который перевернулся, устремилась большая часть моряков, преодолевая ледяную волну. А в лодке это вообще страшно было, что творилось. Это такой скрежет металл, треск, хлопки, какие-то взрывы, такое все, корежится все. Я вам скажу, страшно было даже не столько от того, что это все крушится, а просто жалко это все было. Лодка. Столько времени и любили, и ненавидели одновременно. Виктор Слюсаренко был одним из тех, кто остался внутри атомохода. Евгений Ванин, когда услышал внутри лодки голоса людей, бросился к ним на помощь. Те, кто остался на поверхности, едва успели задрай, за ним люк. Только это давало шансы оставшимся внутри спастись при помощи спасательной камеры. Пятеро подводников, в числе которых оказался и командир Ванин, успели забраться в спасательную капсулу, которая была рассчитана на весь экипаж. И в этой наступившей тишине четко прозвучал голос. Все включится в ведатор. Виктор Слюсаренко и Сергей Черников успели надеть дыхательные аппараты. Остальным, в том числе и командиру Ванину, это сделать не удалось. Они погибли в спасательной камере от удушья. После сопоставляя, значит, кто где находился, значит, кто что мог сказать, значит, я могу сказать только одно, что ни один, кто из нас находился, этот, команду этой не давал. А я сейчас, как бы сказать, поверил уже в Бога, то я сто процентов уверен, что это был глаз Божий. Когда спасательная камера оказалась на поверхности моря, выбраться из нее удалось только Виктору Слюсаренко. Сергей Черников погиб во время стремительного подъема капсулы от сильного удара. Через открытый люк капсула стала заполняться водой и уходить на дно. вместе с командиром Ванином и еще тремя подводниками. Подводников учат воевать, учат погибать, но спасаться в последнем эфире. К сожалению. Мичман Слюсаренко Виктор оказался спасенным, оказался единственным человеком, которому удалось спастись с глубины в полтора километра. Позже он постоянно проигрывал всю ситуацию в голове и не мог найти объяснение, почему он успел надеть дыхательный аппарат, а его товарищей нет. Вскоре от холода у Слюсаренко полностью отнялись ноги, и он держался в воде только благодаря слабеющим рукам. Такие же мучения испытывали и его товарищи, уцепившиеся за спасательный плод. А вот средства спасения над этим человечество ломает голову с тех пор, как были построены подводные водки и произошли первые катастрофы. Ничего только не придумали. И различные аппараты индивидуального дыхательного плана, и всплывающие камеры, и многое чего другое. А, к сожалению, подводники-то погибли от элементарного холода, от того, что не смогли согреться. Вода была очень холодная, это была весна, море еще не прогрелось, естественно, сколько там было, плюс три, плюс пять, это страшная температура. Они держались почти час. А если бы не оказались поблизости вот наши рыбаки, то они бы все обречены, никто бы из них не был. на час раньше расчетного времени к месту аварии прибыли рыбаки. К этому моменту моряки находились в ледяной воде уже полтора часа. Это вопреки возможностям человеческого организма. Их подняли на борт 30 живых и 16 погибших. Руку дал и все, и тут же рубился. И когда несли типа желтый все, они говорят, ну типа в холодильник. Один говорит, давай проверим, сердце бьется, все отлично. Ребята очень, рыбаки надо дать должное. Там чуть ли не французским одеколоном растирали. Спасенные моряки еще не оправились от выпавших на их долю страданий, когда ночью всех пересадили на подошедший крейсер Киров. И на нем тут же началось расследование. Очень не понравилось, как там уже к нам отнеслись. Значит, заставили снять эту всю одежду, которую нам моряки подарили. Хорошие такие верблюжьи свитера. Немножко жалко было. Такое ощущение, что нас там за преступников имели. Одели нас в матросские ровы всех, в санчасть поместили, поставили матроса с автоматом в санчасти, чтобы никто не заходил, и чтобы нас никуда не выпускали. На крейсере сразу же начались допросы. Спасенные моряки были напуганы и уверены, что следователи ищут стрелочника, того, на кого можно повесить вину за аварию на комсомольцах. Правые виноваты у нас в стране, к сожалению, после аварии заключаются под стражу. Другое дело, как это оформляется, но все равно они сидят. Во флоте комфортабельных мест заключений нет. В любом случае они содержатся под замком, в любом случае это заключение. Недели было, пока их содержали и отпустили. Это, повторяю, это практика. Следствие, которое начали еще на крейсере Киров, затянулось на десятилетие. Многочисленные комиссии оценивали действия экипажа и его командира Евгения Ванина. Единственное, в чем эксперты были единодушны, это в том, что лодка погибла из-за пожара в седьмом отсеке. Вот для меня они герои, потому что они до последнего боролись за плавучесть судна. Никто там не струсил, никто там не истерил, не забился в панике. Они своими жизнями поплатились за то, что им, может быть, дали вот в придачу к этой лодке, которая была им как мать родная, не особенно хорошая, скажем, спасательная оборудование, не особенно хорошая спасательная плота. В 98-м году к месту гибели атомохода «Комсомолец» в очередной раз опустились глубоководные аппараты «Мир». Это была уже седьмая по счету экспедиция. «Миры» провели работой по герметизации комсомольца, чтобы исключить попадание ядерных компонентов в море. Однако ученые так и не смогли выяснить точную причину аварии. Их вывод однозначен. Без подъема подводной лодки докопаться до истины невозможно. Всегда в любой аварии виновен один-два человека. Все остальные они героически поправляют те последствия, которые вызваны нерадивостью. Вся молча никакого злого умысла тут не было. Это была просто судьба подводников, которая им не улыбнулась в том походе. 12 мая 89-го года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении всех членов экипажа комсомольца живых и мертвых орденами Красного Знамени. Для нас они навсегда останутся героями, которые боролись до последнего и еще раз доказали, что русских моряков не случайно называют образцом отваги, мужества и безупречной верности своему долгу. Редактор субтитров А.Семкин